А я, получается, можно уединяться и заниматься сколько душе угодно. Хотя она чем-то похожа на монашескую келью, такая же маленькая, но в то же время это и плюс, она очень светлая, и в ней приятно находиться и жить. А, чуть не забыл, самое главное помещение. Все нормально, все в порядке. Давайте поднимемся повыше, посмотрим вид из окна. Это самая высокая комната во всем университете. Над нами только шпиль. Она, к тому же, еще и самая светлая, ее окна смотрят во все стороны света. Все-таки прав основатель. Здесь может собственных Платонов и быстрых разумом Нехтонов российская земля рождать. Немного в Москве есть мест, где можно не видеть, но не видеть, но не видеть. Не просто представить древнее время, но и увидеть неразрушенные стены, рядом с которыми происходили исторические события. В одно из таких мест мы сейчас и направляемся. В конце 17 века стены собора стали свидетелями жестокого противостояния между русским царевичем, будущим Петром I, и его сестрой царевной Софьей. Субтитры создавал DimaTorzok Софье мы обязаны за то прекрасное зрелище, которым сейчас является Новодевичий монастырь. Она как чувствовала, что делает его для себя. При ней были возведены Успенская церковь, Надвратная, Преображенская и Покровская, которые в сочетании со Смоленским собором и вот этой колокольней, одной из самых высоких в Москве, образуют крест. Субтитры создавал DimaTorzok Пожалуй, самый дерзкий поступок Софьи по тем временам – это создание женского иконостаса. В его третьем ряду традиционные изображения апостолов были заменены совершенно нетрадиционными фигурами русских святых жен. Получается, женщина стала выше мужчины. Возможно, уже тогда Софья задумывалась над тем, чтобы сохранить за собой власть. Субтитры создавал DimaTorzok Велось интенсивное дознание стрельцов с пытками. Допросы вел и сам Петр I. Было казнено более полутора тысяч стрельцов. Их тела были повешены вдоль Москвы реки, не убираясь почти полгода. Сама Софья была насильно пострижена в монахине и навсегда осталась в Новодевичьем монастыре. Для нее он превратился в женскую тюрьму. Здесь сейчас есть музей и монастырь. И в музей и монастырь можно легко попасть. Само место вселяет спокойствие и умиротворение. Я иду от центрального входа. Буквально по цветам. К усадьбе, которая чуть было не стала загородной резиденцией русских императоров. История этого места начинается с конца 17 века. Первое название местности – Черногрязская пустошь. Позже здесь возникло село Черная Грязь. В начале 18 века земли были жалованы Петром I молдавскому князю Кантемиру за союз Молдавии с Россией против Турецкой империи. В 1775 году императрица Екатерина обнаружила усадьбу Черная Грязь. Гладь озер, ветвистые рощи, схолмленная и изрезанная оврагами ручьями местность изумили ее. Решение о покупке земель созрело незамедлительно. Редактор субтитров А.Семкин Усадьба получила название Царицыно-село. Под Петербургом – Царское село, здесь, под Москвой – Царицыно. Его планировали использовать для загородной резиденции Екатерины Второй. Над усадьбой попеременно трудились два архитектора – Василий Баженов и Матвей Казаков. Учитель и ученик. Так получилось, что по желанию коронованной заказчицы, один из них переделывал творение другого. Вот так, по мнению Баженова, должна была выглядеть резиденция Екатерины. Серия зданий в середине дворец. Но императрице этот вариант не понравился. Второй архитектор Казаков разобрал часть усадьбы, построенной Баженовым. Здесь на схеме мы видим фундаменты прежних зданий. И выстроил единый дворец, как того потребовала Екатерина. Перед дворцом – пространство. Им мы сейчас и можем любоваться. Царицыно – это пейзажный парк. Руки садовника не видно. Такое ощущение, что потрудилась сама природа. Причем пейзажный парк – это не просто красота места. Это еще и история путешествия в другие страны и другие времена. В парке много строений. Они украшают усадьбу. Вот тут, то там встречаются различные здания. Вот, например, как это. Очень сложно удержаться и не подойти поближе. Это не остатки разрушенной крепости. Эта башня с самого начала делалась, как руина. В 19 веке тоже любили романтику рыцарства. Как знать, возможно, сверху мы сможем увидеть все окрестности. Одно можно сказать определенно – сверху ни черта не видно. История усадьбы царицына. Знаменательно, пожалуй, тем, что никто из царствующих особ так и не нашел применение этому месту. Зато сейчас здесь уникальное по красоте чудо, где проводит время не одно поколение москвичей. Мы вместе с вами увидели пять чудес Москвы. Они, безусловно, не похожи друг на друга, но есть что-то, что их объединяет. На мой взгляд, духовное развитие народа началось тогда, когда были возведены эти здания. Они сделаны для того, чтобы сделать человека умнее, добрее и лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова